Потому что, значит, смотрите, я когда начала готовиться к этому выступлению, я, в общем, посмотрела ресурсы, которые у нас есть. И в частности, например, РБК представляет тренды, да, новые. И вот есть такая книга, она вышла в феврале 2021 года. «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни». Автор, врач, он публикует такую очень, ну, я считаю, важную вещь, которую врачи, мы, да, врачи, активно пользуемся социальными сетями в личных целях. Но обычно мы это не задействуем в своей профессиональной практике. Почему? Потому что у нас есть определенные нормы, врачебная этика, врачебная тайна. Но вместе с тем, пространство, где отказываются действовать врачи, заполняется банальными шарлатанами-мошенниками, которые поднаторели в саморекламе и только рады наживаться на страхе и любопытстве людей. Это констатация факта. Пропасть между заинтересованностью пациентов и молчанием врачей помогает преодолеть разве что особая группа, охватывающая оба эти два мира. Это врачи, которые также страдают от неизлечимых заболеваний. Мы знаем и ездим, и это авторитетнейшая международная организация, ассоциация клинических онкологов американская. У них есть пациентский сайт. И есть человек, Кимберли Эллисон. Я потом расскажу, да, кто это такая. Она пишет, что есть член вашей врачебной мультидисциплинарной команды, которая играет жизненно важную роль в диагностике и лечении опухоли, которая была обнаружена у вас, и с которой вы, возможно, никогда не встретитесь лицом к лицу. Это патологоанатом. Патологоанатом – это врач, который анализирует образцы тканей, взятые во время операции или биопсии, чтобы поставить диагноз. Я тоже патологоанатом. Нас редко действительно видят пациенты. Кто такая Кимберли Эллисон? Это эксперт АСКО и Всемирной организации здравоохранения. Она автор и соавтор всех последних рекомендаций по тестированию при раке молочной железы, а также директор отделения патологии молочной железы Стэнфордского университета. Это ее личная история. Да, она автор также написала книгу о том, как она преодолела рак в третьей стадии. Вот что она пишет. Когда мне поставили диагноз рак, я была в ужасе. Мне было 33 года, и я только что родила второго ребенка. И вместо того, чтобы думать, что собрать в ланчбок дочери дошкольницы, я думала о том, смогу ли я увидеть ее выпускной вечер на следующий год. Хотя у меня не было чувства безопасности в отношении моего будущего, я считала себя невероятно счастливой. В отличие от многих пациентов со вновь диагностированным онкологическим заболеванием, мне было комфортно, так как я много знала о своем диагнозе и плане лечения. Я патологоанатом, специализирующийся на диагностике рака молочной железы, и у меня самой такой же диагноз. Итак, первое, что бы я хотела знать, что же такое патология. Я бы тут хотела немножечко, может быть занудно, но объяснить прежде всего врачам и пациентам, что у нас есть два типа исследований. Это гистологический и цитологический. Отличаются они принципиально. Гистологический, они оба инвазивные, но гистологический исследует кусочек ткани, цитологический берет аспират тонкой иглой. Как это выглядит под микроскопом? Гистология у нас слева, цитология справа. Здесь мы видим отдельные клетки, в гистологии мы видим, как это собрано в опухоли, в срезе. Методика забора разная. Гистология нуждается в заборе кусочка опухоли. Внизу, в нижней части экрана, это игла, с помощью которой забирается инвазивным образом опухоль. Это вот такой вот червячок, который укладывается в специальную кассету. И все непременнейшие требования помещения этого кусочка не в спирт, не в физраствор, не просто в сухой объем, а именно непременно в нейтральной забуферной форме. Почему я об этом очень подробно рассказываю? Объем фиксирующей жидкости должен превышать в 20 раз. И фиксация должна происходить образца 24 часа. Это критически важные моменты для всех последующих манипуляций с вашим материалом. Это должны знать онкологи, хирурги и пациенты. Это принципиально важный момент. Правильная фиксация. Следующая история. Как этот кусочек, этот червячок доходит до конечной стадии? Происходит это с помощью так называемой гистологической правоподготовки. Это дегидротация в спиртах восходящей концентрации, замещение спирта к силолам и замещение к силолам парафином. Длительность в зависимости от толщины кусочка от 3 до 16 часов. Следующее. Вот этот вот кусочек, вот этот вот червячок заливается в блоки с помощью вот такой вот специальной заливочной машинки и превращается в блок. Доведение до блока, это есть принципиальный критический момент в нашем исследовании. Дальше микротомия и окрашивание требуют еще сутки. В итоге мы получаем вот такую вот красивую панель. Какие преимущества? Гистология позволяет определить распространенность опухоли и ее основные характеристики. Очень важный момент позволяет архивировать материал. Например, в институте хранится материал с 1926 года с момента основания. Это большая научная история. Цитологический материал – это материал первичной диагностики. Он может быть использован для скрининга, и его простота и дешевизна получения этого материала, в общем, это его основное преимущество. Какие недостатки? Долго, дорого и отсутствие понимания необходимости качественной гистологии. На всех уровнях, начиная с уровня человека, который берет материал, онкологически, предположительно, и может этим материалом пренебречь, не положить его в фиксирующую жидкость, а положить куда-нибудь, заканчивая, в общем-то, уровнем принятия решений наверху, да, у главных врачей. Итак, цитология – замечательный метод первичной диагностики. Дальше он никуда не идет. Итак, о чем же говорится в моем заключении? Два маленьких примерчика. Как правило, пациент получает вот такое вот заключение, например, из нашего института. Инвазивная, неспецифицированная карцинома, молочные железы, НЖИ, 2, 1,9 см в наибольшем измерении с лимфобаскулярной инвазией. Внутри протоковый компонент криброзного типа с фокусами комедонекроза. Края резекции вне опухоли, минимальное расстояние до края резекции 4 мм, метастазов 1 из 11 лимфоузлов. Эстрогены 100% 5 плюс 3, пергестероны 4 плюс 3, 7 баллов, КИИ 67, 15%, ХИР-2, 2 плюс, метастаз в акселлярном лимфоузловском мысли имеет аналогичный фенотип первичной опухоли. Статус гена ХИР-2 не амплифицирован. Постараюсь проиллюстрировать, что такое ГИР-2. Это степень гистологической злокаченности. Вот мы справа, да, образование железистых структур, полиморфизм ядер, методический индекс. Когда мы собираем 3 этих компонента, у нас получается сумма 3, 2, 2, меньше 8, значит вторая градация. На первой картинке слева я сделала, так сказать, линейные размеры опухоли в наибольшем измерении. Она позволяет нам стандировать опухоли в категории протяженности Т1. И сверху маленький кусочек – это метастаз, да, в акселлярный лимфоузел. Мы для того, чтобы нам правильно исследовать статус маркеров биологических для подбора правильной терапии, мы делаем такие вещи на одном стекле. Это первичный опухоль сверху, внизу метастаз, покрашенный эстрогенами. Чтобы это было видно ближе, под микроскопом, эстрогены 5 плюс 3, 100% 8 баллов. И в метастазе аналогичный фенотип. Эстрогены, прогестероны, тут ошибочно 65-70%, это опечатка, 4 плюс 3 в первичной опухоли, в метастазе столько же. И в общем, это все хорошо. Метастаз равен первичной опухоли ХЕР-2. Это маркер, который определяется для назначения или не назначения специальной таргетной терапии. Вот так вот он выглядит на два креста. Сверхэкспрессия белка неопределенная, что на уровне первичной опухоли, что в метастазе. Когда мы получаем неопределенный уровень ХЕР-2, мы должны сделать фиш-исследование. Это исследование гена и его, так сказать, его центромерного, его, так сказать, координирующего участка. То есть то, кого мы сравниваем. Это центромерный участок 17-й хромосомы. В итоге мы видим число зеленых сигналов. Это с центромерных участков 2 и 7. Красных сигналов с гена ХЕР-2 и 3. Их соотношение позволяет нам высказаться о том, что амплифицирован ли или много ли гена или нет. И будет ли успех в назначении таргетного препарата или нет. Соответственно, если мы видим, что соотношение меньше 2, 1 и 1, ген не амплифицирован. И уровень пролиферативной активности. КИ-67 мы, как правило, когда мы видим вот такой вот непонятный, да. То есть одно дело, когда его много, другое дело, когда мало. Третье дело, когда вот он какой-то вот такой вот непонятный. Ни много, ни мало. Здесь мы применяем алгоритмы машинного анализа. И там, если приглядеться, 14,9. Я округлила до 15. В заключение пошел такой ответ. Итак, мы имеем эстроген позитивный фенотип, прогестерон позитивный. ХЕР-2 не амплифицирован, значит, он не получается, да, на начало? Не могу включить. Мы презентацию не видим. Сейчас мы ее включим. Да. ХЕР-2 не амплифицирован, значит, он не будет работать. И КИ-67, 15%, люминальный амплифицирован, который дальше ваш клинический онколог будет назначать терапию, исходя из этого заключения. Маленькая опухоль с одним маленьким метастазом. Прогностически благоприятная группа. Другой пример. Биоптат. То же самое. ГИ-2, ХЕР-2, 0, сверхэкспрессия негативная, эстрогенов много, КИ-67, прогестеронов тоже много, КИ-67, 30%. Этой пациентке была назначена дооперационная неодевантная химиотерапия. Что случилось в итоге, когда опухоль была, была пациентка пролечена и опухоль была удалена? Мы не увидели регресс, да, то, на что мы рассчитывали, степень регресса опухоли. Памильар ПН-2, это крайне важная констатация. Минимальное расстояние края резекции вне опухоли, 10 акселярных лимфоузлов без метастазов. УАИПТ-1С0, эстрогены, прошу обратить внимание, поменяли фенотип. Эстрогены были 5 плюс 3, стали нулём. Прогестероны были 5 плюс 3, стали нулём. КИ-67 был 30, стал 50. ХЕР-2 был 0, стал двумя крестами. Вот эти вещи, именно сопоставление этих вещей и знание информации о том, что было до начала терапии, сопоставление с тем, что стало после, если будет рецидив, это есть предмет анализа. Сейчас мы накапливаем эти сведения, да, что делать при такой ситуации. И пациенты, и врачи, хирурги, онкологи должны нас ставить в известность о том, что было вначале, чем это закончилось. В общем-то, предмет этого интереса и анализа является нашей научной работой. Что касается дальше пациентских организаций и ресурсов, американское общество, американское онкологическое общество, это очень влиятельная, скажем так, уже международная, глобальная организация, сейчас имеет специальную пациентскую вкладку, где они рассказывают о том, что такое не пациентская организация, а онкологическая организация, врачебная. И у них есть перевод на русский язык. То есть, пожалуйста, я специально оставила эти вкладки, да, и адреса, прямо в названии слайда, чтобы люди, которые нас смотрят, интересовались, смотрели и выясняли. Есть наша благотворительная организация, например, Адвита, наша питерская благотворительная организация, там есть также раздел, спецпроекты. Они перевели большую часть НССНовских рекомендаций пациентских для, не врачебных, на которые мы с вами всылаемся постоянно, да, а пациентский раздел. И смотрите, это на самом деле неплохие переводы, я посмотрела каждый, в общем-то, потому что рассуждать о том, что есть словарь патологоанатома, это огромная, большая тема, да. Я думаю, что мы просто, Татьяна Юрьевна, должны с вами сделать специальное, тоже вот, типа НССНовского, возможно, в интернете, да, вот такого ресурса, потому что за 15 минут рассказать о том, что есть в словаре и что в словаре морфолога, ну, почти нереально. Зато есть вот такое предложение. Благодарю за внимание. Асель Галимовна, ну, вы не думайте, что так я вас просто здесь отпущу, тем более вы не только блестяще представили свой доклад, но его и уложились во времени, у нас есть еще 7 минут на дискуссию. Вот все-таки, вот на доступном языке скажите такое, что такое экспрессия? Вот я человек, который вижу заключение, вот что такое экспрессия? Вот вы объясните, пожалуйста, вот экспрессия. Это количество белка, которое есть на мембране опухолевых клеток, да, мы про экспрессию говорим в отношении больше всего, наверное, ХЕР-2, да. Он есть на мембране опухолевых клеток, и мы проверяем количество белка, которое есть на мембране опухолевых клеток с помощью иммуногистохимической реакции, которая определяет антитело, антиген плюс антитело. Антиген находится на мембране опухолевых клеток с антителом, которое делает иммуногистохимический коктейль. Это своя отдельная история. Подбор антигена, антител, титров, контролей, клонов. Это большой-большой-большой разговор. Но если мы делаем это правильно, а мы делаем это правильно, то мы видим вот такие вот картинки, что их много. И толщина вот этого, она может быть, интенсивность этой толщины, она может быть разной. Может быть очень тоненькая линия, может быть толстенькая, как вот здесь, полутолстенькая. Есть такое, что вот прям как маркером толстым-толстым нарисованы все границы опухолевых клеток. Количество и интенсивность вот этих линий определяет наше понимание. Это 0, 1, 2 или 3. Но это мало. Да, это мало. Имея в виду вот наши новые лекарства, которые сделаны не только для 3, но и для 2, и для 1. Надо очень аккуратно оценивать вот этот паттерн окрашивания. И поэтому существует много других методов исследования. Например, сейчас вот. Это ядерное окрашивание и цифровой анализ. То, что упало, да, какие ядра покрасились и сколько их. Ну, точно такой же цифровой анализ можно применять и для оценки визуальной экспрессии HER2, да. И определение не на глазок, а с помощью цифровых методов является также, в общем-то, предметом, с одной стороны, исследования интереса, воспроизводимости и всего остального. С другой стороны, это более объективный метод оценки экспрессии. Хорошо. Что такое рецептор? Рецептор. Есть у нас в ядре, в ядре рецепторы эстрогенов, половых гормонов и прогестерона. Давайте поговорим про рецепторы эстрогена. В молочной железе это у нас орган-мишень. Это как антенна, наверное, да, своего рода? Можно сравнить? Можно, да. Есть в норме определенный уровень рецепции в нормальных структурах молочной железы. Если мы рассуждаем о том, что у каждой опухоли есть свой нормальный предшественник, да, то предшественником рака молочной железы является в большинстве случаев люминальные эпители, ну, примерно в 80% случаев, люминальные эпители нормальных протоков. Для этого мы смотрим, видите, вот там вот в углу, я не знаю, можно это показать? Асель Галимовна, вы думаете, пациенты знают, что такое люминальные эпители? Конечно. Переводите. Конечно, конечно, они знают. Они знают. Татьяна Юрьевна, многие пациенты очень грамотные. Они читают инсессионовские руководства. Вот это вот нормальные протоки. У них есть... Ну, как же мне это сделать? Вот, вот здесь вот. Там должны быть рецепторы. И наличие рецепторов в нормальных контрольных протоках является для нас качественной реакцией того, что у нас в опухоли все прошло. Если у меня, не дай бог, контроль не покрасился, это абсолютно не будет означать того, что опухоль, эстроген негативная. Я должна добиться позитивной окраски внутри вот этого внутреннего контроля. Тогда я могу сказать, да, рецептор негативная опухоль. Если у меня везде, например, все негативно, значит, я должна что сделать? Отправить на переделку. Это тоже одно из тех инноваций, которые предложила вот Кимберли Эллисон, будучи, вот понимаете, с той стороны забора. Да, будучи самой пациенткой, она очень внимательно отслеживала и, собственно, вот этот низкий рецепторный статус, да, негативный или наличие внутреннего контроля. Это, собственно, это, на самом деле, ее голос был услышан вот в современных рекомендациях и АСКО, и НССН. Поэтому количество этих рецепторов определяет чувствительность к гормональной терапии. Если их нет, то и нет, не с чем работать. К тому же тамоксифену и всем вот препаратам, да. Если есть, то это совершенно другая история. И мы делаем, видите, если есть метастаз, мы смотрим и в метастаз. Потому что бывают ситуации, когда в опухоли нет, а в метастазе есть. Или наоборот. И что важнее? Какой статус важнее? Это есть предмет интереса. Сейчас на этот счет нет рекомендаций. Ни в НССН, ни в АСКО, нигде. Мы делаем это исследование. Асель Галимовна, я вот сейчас, нас остается буквально несколько секунд. И нас слушают не только пациенты, но нас слушают наши специалисты, прежде всего ваши коллеги. И нам пришло вот в чат. Спасибо большое, что вы пишете. Я призываю всех писать по возможности врач по патологоанатам из Салихарской окружной больницы. Пишут спасибо, коллега, за ваш очень нужный для всех доклад. Каждый день с этим сталкиваемся. Асель Галимовна, спасибо большое. Я думаю, нам действительно нужно будет подготовить такой вот словарь патоморфолога, не только патоморфолога. И я думаю, что это будет, наверное, бестселлером, потому что и для пациентов, и для врачей. Спасибо большое. И мы продолжаем нашу работу.